Коронавирус стал причиной многих изменений. Прежде всего, он заставил поменять привычный уклад жизни людей. Сейчас каждому необходимо подстраиваться под новую реальность. Руководство Брестской школы танцев «Лего Дэнс» стало одним из первых, кто переформатировался и начал работать в онлайн-режиме. Такое решение стало единственным правильным выходом в сложившейся ситуации. В конце марта уже началась ухудшаться эпидемиологическая обстановка, и у нас в стране, и рядом. Естественно, упала посещаемость. И мы уже понимали, что с начала апреля нам придется все-таки перейти на дистанционное обучение, тем более начинались каникулы у детей. И мы решили попробовать. Мы долго раздумывали, каким образом проводить дистанционное обучение. У нас было, в принципе, два варианта. Это площадка Zoom, которой многие пользуются, либо это видеоуроки. Но есть и плюсы, и минусы, и там, и там. И все-таки все взвесив, мы решили проводить дистанционное обучение с помощью видеоуроков. Залы студии современного танца сейчас пусты, но преподаватели держат связь с учениками дистанционно. Любители хип-хопа, джаз-фанка и других танцевальных направлений занимаются со своим преподавателем и в своей группе, не выходя из дома. Разобрать элемент танца и запомнить хореографическую связку помогает преподаватель, потому как все время поддерживает связь с учениками. Когда записываю занятия, я всегда до начала разбора хореографии говорю детям, что там нужно сделать, новый материал или мы продолжение учим. В конце я всегда тоже говорю, что, например, после этого урока вы должны мне записать видео и прислать, я жду. Ограничиваю их как-то во времени, чтобы мне это не месяц там, естественно, отсылали. Например, в течение двух недель они должны этот материал мне скинуть на проверку. Родители молодцы. На самом деле я считаю, что это командная работа, потому что особенно маленькие дети, которые не могут там сами со всей этой техникой грубо разобраться, да. И очень многое зависит от родителей, поэтому на самом деле огромная им благодарность за это. Они помогают все это сделать, все мне скидывают и всегда ждут от меня какой-то реакции, естественно. Дистанционная форма обучения имеет массу плюсов, а потому студия современного танца «Лего Дэнс» не единственная, кто перешел на онлайн-режим работы. IT-школа МайАТ оказалась готовой к дистанционному обучению не только технически, но и морально. Переход на онлайн-курсы поддержали все ученики без исключения. И, как отмечают руководители школы МайАТ, посещаемость занятий на данный момент стремится к 100%. Мы перешли на дистанционное обучение 100% 35 группами и продолжаем это обучение уже порядка полутора месяца. Очень радует, что нас поддержали практически все родители наших учеников. Были, что скрывать, единичные случаи, когда родители сомневались, что можно заниматься эффективно дистанционно, то есть не посещая физически школу. Детям тоже понравилось, потому что дети, ну, разное мнение, мы опрашивали детей. Ну, если что-то такое интересное, то некоторые дети говорили, очень здорово учиться, не выходя из дома, ешь бутерброд и как бы присутствуешь на занятиях. То есть даже такие были мнения. Брестские студии и организации, которые перешли на онлайн-обучение, доказывают, что даже во время самоизоляции провести время дома можно интересно и полезно.